Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему, как профилактическая обработка наших цитрусовых комнатной экзотики, да и вообще комнатных цветов от вредителей. Наконец-то, скажем так, все растения могут немножко так вздохнуть. Дело у нас идет к весне, а весна у всех комнатных растений начинается примерно в середине января. Конечно же, новый период активного роста наших комнатных растений нужно встретить без каких-либо вредителей. Об этом сейчас подробно и поговорим. Если вам нравятся ролики про экзотические комнатные растения, то ссылки на них есть внизу в описании, также появляется вверху виде подсказок, но и все ролики по этой теме можно найти в соответствующем плейлисте. Конечно, период покоя у наших комнатной экзотики, да и комнатных растений, с одной стороны он самый тяжелый, с другой стороны все такие вот работы, как перевалка, обрезка, обработка от вредителей, что сейчас мы подробно поговорим. Укоренение, вот все эти важные работы в конце периода покоя наших комнатных растений и делаются. С одной стороны, вроде как наши растения отдыхают, а вот у нас работы-то очень много. И все это нужно сделать в очень короткий период. Потому что в другое время это делать либо нельзя, либо некогда. Период активного роста, именно весенний, это самый важный момент в жизни растений, да и нас. Потому что как у нас растения тут вырастут максимально, какой они получат запас зеленых листьев и побегов, так и в принципе год весь сложится. Поэтому не секрет, что именно до начала периода активного роста нужно избавиться от всех вредителей, которые не замедлительно испортят нам все настроение, уничтожат все новые приросты и вообще создадут огромные неприятности и нам растениям, если с ними не побороться. Кстати, если вы их не видите воочию, а такие конечно как вредители, как щитовка или мученический червец достаточно явно себя проявляет. Но вот паутинный клещ, он сам по себе очень мелкий и скажем так достаточно хорошо и незаметно может себя вести на протяжении всего года. Если уже стволы, листья окрепли, то практически и его и не видно. И его действие не так сильно заметно даже человеку, который достаточно хорошо с ним знаком. Другое дело, когда в период активного роста начинают расти новые листья, новые побеги, вот тогда у них тоже начинается бурное размножение, потому что питание немерено, потому что именно молодые побеги и листья, они практически не защищены. Они нежные, молочные. Это вот самое для них то. И вот в этот период, конечно же, в период активного роста все вредители начинают резко размножаться, условия идеальны, солнце, светло, питание целая куча и весь перерост они могут буквально съесть. Даже если вы не замечаете каких-либо вредителей и их следов, то в любом случае, я считаю, один раз в год нужно проводить профилактическую обработку всех растений, которые у вас находятся в квартире. Всех без исключений. Препарат нужно выбрать широкого спектра действия, конечно, минимально приносящий вред растениям, людям, животным. Благо сейчас очень много таких препаратов, но чтобы в описании у него было, конечно, вот три самых таких распространенных и злостных вредителей. Это вот щитовка, паутинный клещ и мучнистый червец. Если в описании есть вот эти три вредителя, то все остальные вредители, они менее устойчивые, они тоже от этого препарата умрут. Это не просто будет профилактическая обработка, это вообще будет вот как бы генеральная уборка и подготовка к периоду активного роста. В этот период не только нужно будет обработать все цветы растения в вашей квартире, но помыть окна, подоконники, постирать шторы. Потому что на окнах, на подоконниках и на шторах, да вообще, все, что находится рядышком с окошком, именно находится огромное количество яиц, именно находится огромное количество личинок. Все это, если не сделать, потом благополучно переберется на растения, даже после того, как вы их обработали препаратами. Они выждут свой период и вернутся назад. И могут опять же в период активного роста принести огромный вред. Поэтому к этому вопросу подойдите очень серьезно. Обязательно перед обработкой все свои цветы, всю свою комнатную экзотику устанавливайте в ванны и полейте их горячей, чтобы рука только держала водой. Это вот очень хорошо, вот такой душ действует на все цветы и комнатную экзотику. Вода смывает, конечно, и пыль, вот такая вот теплая. И самое главное, открывает все поры. Прям листья начинают дышать свежестью. Им лучше становится воспринимать солнечную энергию. И прям растение, ну явно, вот как будто радуется. У нас вода из-под крана идет чистая, поэтому мы прямо из-под крана настраиваем, чтобы рука только терпела. И делаем душ. Если у вас такая вода грязная идет из-под крана, ну берите леечку, нагревайте чистую воду и ей уже тоже устраивайте душ. Вполне все можно сделать. И это гораздо лучше вот так вот один раз в две недели устроить горячий душ, нежели опрыскивать каждый день. Одно делает пользу, а опрыскивание каждый день только приводит к грибковым болезням на листях. Ничего хорошего от этого нет. Это первое. Каким горячим душем вы уже частично вредителей уберете? Конечно, не всех, но уберете. А уже после душа нужно будет обработать препаратом. Но только учтите, что когда вы обрабатываете душем, у вас капельки воды будут. Поэтому концентрацию нужно будет увеличить примерно в полтора-два раза средством, которое будете обрабатывать. Так как вода уже на растениях будет. Обязательно при душе и обработке все поддончики вымойте, чтобы у вас все было чисто. По возможности вымойте горшки. Хотя бы с наружной стороны. Все это будет только плюсом. Все это хорошая, эффективная борьба с вредителем. Конечно же, при работе с любыми препаратами не забываем про меры безопасности. Перчатки, маска – это обязательное дело. Ну и, конечно же, после всех обработок в варну, конечно, нужно будет все стены, все помыть. Делаем раствор согласно инструкции и обрабатываем. Ну, тут уже каждое растение обрабатываем индивидуально. Причем не только листву обрабатываем, но обязательно нужно обработать и поверхность грунта. Аккуратненько обрабатываем. Препарат будет лететь у нас не на стенке, а на стоящее растение. Поэтому на фоне больших растений обрабатываем маленькие. С одной стороны обработали, обязательно с другой. С тыльной стороны обязательно обработка, потому что именно там прячутся вредители. Им больше всего это нравится. Ну и не забываем про грунт. Обрабатываем очень тщательно. Каждый листочек, ствол, поверхность грунта должна быть обработана. И вот так вот мы делаем со всеми растениями. Обработку нужно делать на ночь, чтобы у вас ночь здесь растения постояли в ванной, обсохли. И потом их только можно будет выносить на подоконник. Одна из самых важнейших операций, которая принесет нам, скажем так, здоровье и успех выращивание наших комнатных экзотических растений. Это все-таки профилактическая обработка от вредителей. С помощью ее мы избавим и себя, и свои растения от множества проблем. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok